Церковь жирует, яхты, машины, ты посмотри. А меня это зачем смотреть? У меня ржавый велосипед и больше никогда ничего не было. Я благодарю Бога. Да, у меня дружок. Так они же этим действием расплевают молодежь. Они тоже понесут. У меня дружок, старенькая машина, небольшой приход у него. И он еще десятину туда наверх отбрасывает. Я говорю, ну зачем ты туда передаешь, в Москву? Они там уже жируют, жируют. Они за Украину, что думаешь, боролись? Они что, за души боролись? Они боролись вот, чтобы деньги им шли. А то сейчас к Константинопольскому будут идти. Да, правильно. А что неправильно? Я же вижу, я что, дурак что ли? Сразу видно, что трезв... Вот у нас батюшка, вот батюшка у нас. Я с ним знаком, все. Он скромно живет, он не надо, ему все, он скромно. Он помогает, он последний отдает. Вот, так мы на него и равняемся. Мы с него пример берем. А ты глянь, что в Москве творится, я вообще... Приятно слушать. Приятно слушать. Я в Москве, я заметил, чем больше пузо, тем больше крест. Вот серьезно. А сейчас пошел интернет, интернет. То в тихушку все делали, в тихушку. А сейчас же все снимают, их не все проделки. Я думаю, там много этих чертей затисалось в ваших рядах наших, хорошо? Вот, знаете, мы расстанемся, и нам больше никогда с вами не встретиться. А у нас очень большие ресурсы. Вы запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. И вы тогда зайдете на наш YouTube, на сайт. У нас огромный материал. Так, подожди, подожди. Мне сразу записали. Мы строим православную деревню с нуля. Так, подожди. Игнатий... Игнатий Лапкин. В скайпе я один на весь интернет. С этой фамилией. Я... А вот если вы зарядите канал, YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин. YouTube. Это очень большой... Во свете Библии, Игнатий Лапкин. YouTube, канал. Все, я записал. У меня в канале, на канале, 17800 роликов. А что вы из музыки любите? Ну, кроме, конечно, церковных... Ну, музыка, что сказать так? Светская, светская. Ну, светская я мог бы сказать, что вам все это даст. Не, ну, я просто... У меня сюрприз есть. Ну, мне нравится, как поют День Победы. А у меня вышло, значит... Написано 4 книги стихов по 800 страниц. Стихов. И стихов 85 поются. И попросили... А вы это... Вы служили в армии? Конечно. Я в морфлоте был. А потом в ракетных войсках. Ракетные войска, то есть вы 19-го празднуете, да? Да, это... Во время моей службы они только были образованы. И тогда маршал Неделин погиб. Сгорел около ракет. А я тоже вот как раз артиллерист и ракетчик. Я в Германии служил. И просто вам хотел... Раз вы мне дали вот ваш канал, а я пошел на пенсию, а чтобы энергию зря не тратить, не тратить, купил себе гармонь и начал играть. И вот прощание славянки, прощание настоящей славянки, я вам хочу сыграть. В виде подарка. Ну, мне нравится Полонеса Гинского. Пожалуйста, Полонеса Гинского. Ну-ка, давай-ка. Полонеса Гинского. А ну-ка, давай тогда, раз уже говорил, прощание славянки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Как вас звать-то? Николай. Николай означает победитель. Так, Николай, сохрани мои данные и в скайп зайди. Я вам такие материалы дам. У нас одна девочка у нас в общине. У ней больше ста наград. Она классику играет на соревнованиях. Классику. А на чем она играет? Фортепиано. Я могу скинуть вам ее материал. Вам сильно понравится. Но она первые места везде занимает. Больше ста наград получила. Она еще в школе учится. Да как вы меня в одноклассниках можете найти? Рыбалка Николай Васильевич. Николай Васильевич, я отсюда не захожу никогда. А вот здесь я только бываю... У меня ресурсы большие. Ютуб, сайт. А вот сайт, это через гугл найти. Точно так же Игнатий Лапкин во свете Библии. Там 50 книг моим голосом начитаны. Библия, архипелаг, гулаг. Когда я начитал архипелаг, гулаг и брал интервью репрессионных. Меня закрыли. Я только в 87-м освободился. Сколько лет? Сколько лет. Живой вернулся. Больше еще считать-то. Нас было в то время, в общей сложности, меня в психиатрии 26 лет мучили. Я же когда поздоровался, подождите, я же поздоровался. И вас как зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Все, Игнатий. Слышишь, Игнатий, мы когда только глянули друг на друга, я говорю, здравствуйте, Санженицын. Он спрашивает, сколько лет вам? Мне 81-й год. Ну, у меня 66. Вот. Мы строим православную деревню с нуля. Первый разговор. Человек должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Получили статус. Построили дома. Храм. У меня брат священник, протеерей. У нас тарелка не ходит. Ни за крещение ни за что не берут. Мы за деньги покупаем воск, сами выливаем счастейший воск. Не то, чтобы церковь там пакость какая-то. И вы в нашем ютубе все найдете. Вот я был, создал православный детский лагерь трудовой. И сколько у меня получилось? 48 лет начальник его. Вот 45 лет в нем, сейчас 3 года в новом формате. И государство ни рубля не дали. Тысячи детей подняли. Я одновременно вел занятия в 5 университетах, 13 школах, во всех отделах милиции, воинских частях, заводах и паблике. Это мне Бог дал такое. И три радиопрограммы. Вот у меня вышло 38 томов книг. Я решил их, по милости Божией, подарить в библиотеке, потому что они бедные. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. А потом отсюда забросили 5 тонн границы. Проехали до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север Турция. 650 остановок. И везде выступать приходилось. А где у вас деревня? Алтайский край. Здесь же и деревня. По линии Кулундинской. На 150 километров отсюда. Нет, в смысле район какой? Мамонтовский. Ну понятно. Соседи. Вот так. Ну, я Мамонтову всех знаю. Ябаевский район. А вы такого слышали? Был у них главный рыбак Алтайского края. Север Владимир Митрофанович. Нет, я Игонина знаю. Игонина? Да, Валерка. Начальник управления ветеринарии. Так он был в Кадниково. Он близко. Валерий Григорьевич. Он что-то заболел сейчас. Я знаю. А в Кадниково в Капа мой одноклассник. В Капа Петр. Я его очень хорошо знаю. У нас когда день деревни, он всегда приезжал. Мы с Валеркой начальниками были. Да. Вот видишь, как встретились? Во. Это кто такой? Это я в 50 лет. Так а что у вас такое... Это что, ваше звание или костюм? Да, у нас же форма. Мы же госсветинспектора, бывшие начальники. Так это ваше звание, генерал-лейтенант? Нет. Это не воинское звание. Это инспекторское. Ветеринарный инспектор. Ну, понятно, понятно. Так что вот Баева, Романова, Мамонтова, Ребриха. Это они находились под моё это... Понятно. Не понял. Проверял. Так. Ну что ж, Николай Васильевич. Ладно, с Богом. Вы тогда нас найдёте. Я найду. Я вас найду. Да. Я про вас всё. Я человек открытый. Я про вас всё узнаю. Через друзей. Я вам прямо говорю. Я не лукавлю. А у вас связи нет с Валерием Григорьевичем-то, Игониным? Почему? Есть. Так вот вы его и спросите о нас. Всё. Я же вам сказал, что я всё узнаю. Да. Я в Мамонтово знаю. Если вы, вас 80, у меня в Мамонтово, тётка с дядькой жили. Фамилия Тримбач Николай. Он бухгалтером был. Ну, может быть, вы и не помните. Так вот, в Мамонтово главный рыбак Алтайского края. Север Владимир Митропанович. У него все там первые секретари были. Ях, космонавты. И мы сидели в одной камере с ним. А чё он сидел, рыбак? Кто, он? Да. А в это время там какие-то ремонты делали. И, дескать, он где-то за что-то придуманное. Ну, там, закопали яму. А мне ехали, зачем бы я кормил-то? Ну, ему дали 14 лет. Просили. Дали 12. Я за него ходатайствовал. Сейчас за убийство больше пяти не дают. Мы сидели в одной камере с ним много времени. Ну, ладно, дорогой. Мне телефон звонит. Всё. Всё, с Богом. Слышишь, у меня фамилия озвучена. Рыбалко. Рыбалко. Да хотя бы рыбалко. Это был же танковый хвост, кажется, там, маршал. Да, да, бронетанковый. Но это не мой родственник. И я у Баева, у меня одна фамилия. Ну, у вас и имя-то Николай Васильевич Гоголь. Да, 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 я знаю. Ну, всего хорошего. С Богом. Да. До свидания.